Ольга Красильникова, мама троих детей, а с недавних пор еще и обладательница участка. Вот только мечта о доме на своей земле пока не сбылась. Тольяттинской семье дали на дел без коммуникации и в Ставропольском районе. Из-за разделения полномочий между городом и деревней, непонятно какой из муниципалитетов должен помогать обустроиться. Эти участки даются под индивидуальное жилищное строительство. И большая часть многодетных, они готовы переехать на территорию Ставропольского района и жить там. Но мы, как в сельском поселении Мусорка, мы сами ходим, оббиваем пороги чиновников. Мы добились того, что у нас сейчас большая часть уже с электричеством нашим многодетные. И таких семей в Самарской области немало. Так сложилось, что в разных регионах и поселениях многодетные семьи получили разные участки. Все зависит от того, насколько добросовестно местные власти подходят к решению этой проблемы. Эта тема стала ключевой в повестке дня на расширенном заседании Общественного и экспертного совета по вопросам прав и свобод человека. Свои решения предлагают чиновники, общественники и правозащитники. Я считаю, что должна быть краткосрочная и долгосрочная программа. Это в первую очередь. А во-вторых, считаю, что должно быть подписано соглашение между муниципальными образованиями межселенных территорий, например, Тольятти и Ставропольский район. Если это жители Тольятти, получается, в Ставропольском районе, они не должны снимать с себя ответственность и обязанность за обустройство, за оказание помощи многодетным семьям, которые проживают на территории этих муниципальных образований. В Самарской области сформировано 11,5 тысяч участков, а многодетных семей в два раза больше. По мнению экспертов, меры необходимо принимать на всех уровнях власти, чтобы на этой земле можно было начать строить уже сегодня, а не потом, когда дети уже вырастут. Олег Зверев, Станислав Левин. События.